В работе 25-й региональной конференции «Единой России» приняли участие 310 делегатов, в том числе Щелковского местного отделения партии. Конференция проходила в Одинцово. Здесь единороссы подвели итоги за прошедший год, обозначили приоритетные направления и задачи на будущее. Так, секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» депутат Госдумы Лидия Антонова отметила необходимость продолжения повышения качества работы партийцев, в том числе местных отделений партии региона, подчеркнув, что работа в 2019 году была насыщенной, особенно в тех муниципалитетах, где проходили избирательные кампании. Депутаты провели 645 встреч с избирателями, в которых приняло участие более 50 тысяч человек. Спасибо большое за проделанную работу, уважаемые коллеги. Все местные отделения, где показаны, как я уже сказала, неудовлетворительные результаты, мы уже начали серию встреч, консультаций, представлены планы корректировки работы. В совокупности по Московской области партия «Единая Россия» набрала 53,1% голосов, при достаточно высокой конкуренции 5 человек на мандат. Необходимо делать выводы, необходимо объединять усилия, необходимо привлекать новых сторонников и принимать в партию новых членов. В ходе конференции отметили необходимость учета уровня легитимности, а также важность предстоящей избирательной кампании, так как после последует подготовка к выборам Госдуму и Мособлдуму. Говорили о важности усиления агитационной работы, также о фракционной деятельности, активности депутатов-единороссов. Помимо законотворческой деятельности, депутаты обладают представительскими функциями, они по результатам выборов представляют своих избирателей и осуществляют функции контроля использования бюджетных средств при утверждении имени бюджета, ну и, конечно, ведут прямой диалог с жителями. И это должна быть работа на результат, что ведет за собой повышение уровня доверия к депутатам и партии в целом. Говорили о работе по национальным проектам, а также продвижении партийных инициатив, что, как было отмечено, вносит неформальный характер, нацеленный на живое вовлечение жителей в работу партийных проектов. Надо быть ближе к людям. А что это означает? Это означает то, что если какие-то проекты, национальные ли они, партийные ли они проекты, не проходят по каким-то признакам и причинам, и близость к людям – это та самая обратная связь, которая дает возможность увидеть недостатки, вовремя остановиться. Как было отмечено, важен и факт непрерывной стабильной работы общественных приемных, ведения ее по единому стандарту в честном и открытом диалоге с людьми и помощью в решении проблем. В работе общественных приемных Московской области местных их у нас 64. Запрос к гражданам к ним есть, и этот запрос большой. Это подтверждает рост числа тех, кто приходит в партию за помощью. С января по октябрь к нам поступило более 11 тысяч обращений. И на личных приемах принято более 10 тысяч. На повестке дня конференции был вопрос ротации регионального политического совета. Делегаты проголосовали за предложенные изменения. Состав полицовета был обновлен на 12%. Также произошли изменения в составе президиума регионального политсовета. Из его состава были выведены Михаил Кузнецов и Евгений Хромушин, избранный Александр Двойных и Денис Лебедев. Еще одним вопросом повестки стало избрание делегатов от Московского областного регионального отделения партии на 19-й съезд Единой России. Так, для участия в высшем партийном форуме избрали 27 делегатов. Анна Балиет, Валерий Жегле, Щелковское телевидение.